Даша, добрый день! И хочу сделать вам разбор вашего эскиза и показать кое-какие детали, которые вы не учли. Но по вам видно, что вы не швейник сама по себе. Это не хорошо и не плохо. Это просто говорит о том, что вы немножечко не видите технологии, немножечко не понимаете конструктив изделия. Потому что технический рисунок это еще и конструктивная такая сборка, как это будет смотреться. В общем, что бы я вам порекомендовала? Посмотрите книжку-фашинопедию, либо просто поройте технические эскизы похожих жакетов, как вы это назвали, в интернете. Чтобы посмотреть. Посмотрите журналы Бурда. Там сделано много технических эскизов. Прям в гугле можно войти. Ну там журналы Бурда. Журналы Бурда. Жакет. И посмотреть технические эскизы. Они сделают много. Как это выглядит? Если мы говорим жакет, почему я сказала, что это будет не совсем корректно. Жакет это распашное изделие. То есть у вас должна быть обязательно какая-то молния. Притом на полочке. Она может немножко сдвинуть, но как правило по центру, либо с полу-выносом. И изделие должно быть распашное. Поэтому жакетом у вас не дожидываться не может. У вас это блуза. А далее у вас рукава. Такие рукава летучим мышкам можно кроить, но вот здесь так сидеть не будет. То есть вам скорее всего вот эта линия нужна. Вот я сейчас открыла первый попавшийся жакет. Сейчас я его вставлю просто и по нему буду вам дополнительно давать комментарии. Просто немножечко не хватает насмотренности. Посмотрите. Первое время я бы вам даже рекомендовала порисовать по фотографии. Вы будете видеть, что происходит и как строится изделие. Что дальше? Ну вот здесь в этом эскизе тоже не все обозначено. Как правило обозначаются отстрочки. Ну вот они есть здесь, да, по низу как это крепится. Хотя в жакетах иногда это крепится потайным швом и этого не видно. Просто это указывается. По поводу именно прорисовки, да, смотрите. Вы здесь показали, что это будет разрез, прорез 6 сантиметров. Хорошо, вам нужно показать стрелочку, что это 6 сантиметров. Пуговицы-три штучки, их почти не видно. Сделайте у них черный контур. Тогда они будут ярче смотреться. Пояс. Пояс будет отдельный. Я так понимаю, что он либо из ткани, либо из кожи и будет кроиться отдельно, либо же просто прилагаться. Поэтому вы можете дать вид, как это будет смотреться на изделие и дополнительно его плоско изобразить, как он полностью будет выглядеть. Выточки, да, по спинке. Это просто нарекание, то есть, ну вот, что вам скажут конструкторы, технолог, какие будут у них вопросы. Во-первых, вам нужен будет центральный шов обязательно. И здесь тоже по спине, если у вас прилегающий силуэт, нужно будет выточки добавлять, скорее всего. Зависит от ткани. А если это будет, то, что вы здесь писали, шерсть и полиэстер, если на подкладе, то нужны выточки. То есть, это если трикотажное, полотно одинарное, оно будет тянуться. Воротник. У вас должен быть либо просто отложной воротник, да, либо отложной воротник на стойке. Нужно определиться, какой. По спинке он не сможет смотреться так тонко, он будет смотреться толще. То есть, можете взять любую свою, ну, вважку или жакет и посмотреть, как с воротником смотрится спереди, как сзади. Либо зайдите в любой интернет-магазин, посмотрите изделие со всех сторон, как это происходит. Опять же, рукава, да, то, что не хватает. Погона. Ну, к нему много вопросов. Какой он толщины, какой он длины. Заходит он на воротник или нет, как он будет крепиться. То есть, его нужно будет прорисовать. Есть такая хитрость для тех, кто не очень хорошо умеет жить. Можно ходить по интернету, собирать красивые детали, карманы, выточки, воротники. И потом просто вот так вот делаете стрелочкой и вот такой погон, фотографию. Ну, конструктор, знаете, скажет спасибо. Он вас только потом попросит сказать длину или ширину. Это рабочий вариант и даже не совсем плагиаризм в чистом виде. То есть, если вы берете какие-то элементы с разных изделий, собираете что-то свое, это получается уже ваше авторство. То есть, воротник с одного изделия, погон с другого, там, пояс с третьего, рукава с четвертого. И у вас получается ваша авторская переработка в вашем авторстве. То есть, возможно, вам это будет проще. Прям то, что вам нравится, там, на Пинтересте, я не знаю, чем вы вдохновляетесь. Да, это может быть Coco Chanel, это может быть Victoria Beckham, какие-то более простые марки, там, Massimo Dutti, Zara, Mango. Вот все, чем вы вдохновляетесь, вот эти картинки, вы их собираете, и потом эти элементы просто можно вставить. Я вам сейчас покажу пример. У меня есть большая коллекция Пинтереста. И думаю, что вам тоже имеет смысл ее завести. Это просто моя копилочка идей. Это не значит, что я что-то отсюда беру и прям вот копирую. Но у меня есть платья, текстильные куклы, носки дизайна. И когда мне что-то нужно, я подбираю, по-своему называю. Здесь моя логика, она не такая вот четкая и понятная. И я могу войти, посмотреть. То есть, ваше вот изделие, оно к такому сейчас тяготеет. То есть, не совсем жакет как таковой. И вы смотрите какие-то моменты, которые вам нравятся. Мы хотели какой-то элемент туда применить. Давайте посмотрим, что бы мы могли применить и предложить. Здесь я не вижу. Здесь вот есть тоже подборочка. Так, погонщика у меня нигде нету, наверное, да? Такие у меня очень простые вещи. Прямо непонятно, что вставить. Ну ладно. Давайте мы вот так вот сейчас копировать. Открываем. Копировать картинку. Ctrl-V. Вот. И прям вставляете. И показываете. Ну, что это, что-то такое будет там. Грубо говоря, вот здесь вот. И подписываете, что. И это рабочий вариант. То есть, прям вставляете, набираете эскиз. Посмотрите книги. Посмотрите журналы по шитью. Сделайте подборку. Ничего страшного в этом нету. По вот программе я вам сказала. В целом, с программой вы более-менее разобрались. Осталась теперь технология. Ну, это 3-4 года обучения в технологическом колледже. Либо хороший технологоконструктор, который вам будет очень помогать.